Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, и сегодня мы посмотрим игру Outlast, пройдём её полностью. Надевайте наушники, сегодня нам сделают страшно. В своё время я успел пообщаться с этими разработчиками и видел игру ещё на начальном этапе её развития. И даже тогда, несмотря на то, что она была сырая, она была абсолютно какая-то больная и просто, я не знаю, страшная, реально страшная. Поэтому надевайте наушники, у меня сейчас пол первого ночи. Надеюсь, у вас тоже поздно, а не рано, потому что смотреть и играть такую игру днём, это, по-моему, кощунство. Давайте, погнали вперёд. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой-репортер Майкл Апшер не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнёт сунуться ни один репортер. Это, видимо, мы. Ну, главный герой. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мессив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боится, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно, так что остаётся только бежать, прятаться или погибнуть. Отлично вообще. То есть герой вообще знал, нет, что тут такие кошмары? А если знал, то зачем пошёл? Сейчас всё узнаем. В игре, кстати, очень крутая графика. И вообще она сделана, несмотря на то, что это инди-проект, по сути. Он сделан с очень большим таким тщанием и чувствуется на последних этапах серьёзным добавили бабла. Реально лоск чувствуется. Отточенность, отполированность. Это, по-моему, круто. Хорошо. И вот, похоже, это самое место. О, нас заглушили уже. Отлично. То есть на помощь отсюда не позвать. Камера охраны так на уровне? Или нет? Поставили на ручник. Окей. Это что у нас? Папка с данными 17 сентября 2013 года. О, практически уже вот-вот. Так, тема. Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Стараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я две недели проводил консультации о программном обеспечении психиатрических исследований мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Водительцы клиники мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Хорошо. Я всегда с собой беру видеокамеру. И сейчас мы добудем компромата. Так, официальное разрешение прессы. Начинаю видение. Внушает такой особнячок, да? Список задач обновлен в вашем блокноте. Клавиша TAP. Сделайте лечебницу. C. Заметки. V. Документы. Супер. Хозяевау. Есть кто? Кстати говоря, мы видим свое тело. Ух ты. Так, как включать камеру? А, вух, понятно. Прикольно. Хорошо, но камера, насколько я понимаю, нам нужна чисто, чтобы ночью было что-то видно. Потому что вот так вот это... По-другому нам, походу, не увидеть. Здесь игрушка, судя по всему, ожидается очень и очень темная. Вов, там гроза. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть медленно. Удерживайте. Закрыть мы ее уже не можем. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт Мессив, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году, была вновь открыта в девятом кампании психиатрические исследования мерков, скрывающейся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушилку, как я и говорил. Кстати говоря. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация мерков издавна наживается на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Возможно. Что-то как-то тревожно. По сути, охраняемый объект. Вы это видели? Оно мать, что за херн? А что это тут делает? Это, насколько я понимаю, броневик. Два броневика. Три броневика. Нормально. Причем такие, не из рядовых. Очень дорогие штуки. Асайлон. Ну, видимо... Так, мы не попадаем. Хорошо, окей. Давайте поищем какой-то другой способ проникновения. Так, вон там я что-то вижу. Давайте тут посмотрим. На таких... Не знаю, может, сейчас на охрана какая-то едет. И наш герой... Блин, что-то меня пугаешь. Наш герой такой раздолбатчик. О, отлично. Не знаю, пока скорее тревожно. Вы знаете, я прям чувствую, что в этой игре хватит реально крутых событий. Блин, я не знаю, предвкушений. Давно ждал эту игру. Опять же закрыто. Да что ж такое? Сегодня мне не везет. Вон в то окошко, видимо, каким-то образом нужно попасть. Подтягивается наш герой. Может, нет. Так, включенная камера позволяет... Окей. Ну-ка, дай попробуем. Вот, отлично. А вот, смотри, кстати говоря. А здесь красиво, да? Уютненько. Ну, насчет уютненько я, по-моему, перегнул палку. Так, чтобы перепрыгнуть, нажмите пробел. Двигай вперед. Аккуратно. Фух. Меня теперь точно посадят. Все двери закрыты, там не пойми, что происходит. Куда я лезу? О, хреново-то как. Это что, кровище, что ли? Супер. Как-то слишком темно. Есть кто, нет? Что-то как-то тут сразу, как зашел, сразу стало дико жутко. Здесь, опять же, нет, хотел сказать кровище, но нет. На улице, тем временем, что-то вообще, там какая-то же беда начинается с погодой. Какого хрена это было? Пролезу тут, нет. Вы знаете, офигеть, тут все стены в кровище. Вы знаете, меня всегда удивляли вот эти вот репортеры, которые лезут, я не знаю, там реально к чертям на рога, чтобы получить какую-то историю. А вот эти вот боевые всякие, которые лезут под пули там, чтобы получить какую-нибудь премию. По-моему, это очень глупо. И вот наш герой из таких же, похоже. Так, новые батарейки. Батарейки, насколько я понимаю, нужно экономить. Ладно. Отлично. Что ж ты хлопаешь-то так? Это ж какого хрена тут происходило вообще? Чуваку, похоже, просто горло распороли, там, вот так вот. И он пошел, далеко не ушел. Так, это что? Документы. Отчеты состояния пациента проекта Вольдрайдер у Уильяма Хоупа. Психиатрические исследования. Лечебница Маунт Мессив. Пациент УПХ Билли. Дата консультации 10-12. Возраст 19. Пол мужской. Так, состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Симптомы. Внутри не обнаруживают бронхиальных образований. Выделить терротроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает ритмию быстрого медленного сна. Короче говоря, ну, реально крыша едет у человека. Смех в медленной фазе. На заметке Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли и утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку. Единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер. Ответственное лицо в ним. Научно-исследовательский Мэ. Что-то не знаю, как расшифровываться. Следует допросить весь вспомогательный персонал из службы безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрические распознавания, психиатрические исследования и мерков проекта Ортрадер. Окей. Так, хорошо. По телефону, я так чувствую, мы никуда и не дозвонимся. Так, и нужно уже научиться как-то медленно дверь открывать. Вот так вот, да? Окей. Обалдеть. Для чего что жутко? Туалеты. Кто там такой? И там есть кто? Нет вообще. Кто-то закрылся. Ой, бля. Не знаю. Охренеть просто. Охренеть. Я не знаю, вот это вот у меня уже прекрасным поводом было бы развернуться и валить к чертову матери отсюда. Но наш герой такой, ммм, неплохо. Так, отлично. Это что вообще такое? Не хочу знать. Наверное, это просто колбаски. Верно. Сюда я, наверное, потянуться не могу. Нет, могу. Хорошо, давайте посмотрим. Возможно, тут еще что-то есть. Эта дверь, я так понимаю, не откроется. Поэтому придется лезть в окровавленную, мать ее за ногу, в вентиляцию. Ох. Ну, вевает воспоминания о крае эфир, помните? Аккуратно. Какого? Он следил за мной? Твою мать. У них что-то совсем нездорово происходит. Это что за хрень еще? Так, сюда мы не попадаем, да? Там труп лежит, что ли? Походу. Ой, твою мать. Охо-хо. Ой, бляха-буха. Какого хера это было вообще, бля? Такой хрен так делать. Че происходит вообще? Кто эти люди? Вашу мать, надо валить отсюда. Это уже... Это, по-моему, слишком. Какого хрена? Это... Ой, твою мать. Они убили нас. Они, говорит, убили нас. Они выбрались. Ты не сможешь с ними сражаться. Нужно прятаться. Офигеть. Ох, блин, вот это... Офигеть просто. Че-то пахнет серьезными проблемами. Я че-то не знаю даже. Давайте пойдем сюда. Ой, че-то мне тут не нравится. Ой, кого-то замочили в сортире. У меня батарейки кончаются. Как их менять можно? Я не знаю, че-то, ребят. Это, по-моему, перебор. Давно так страшно не было. Он же сюда ушел. Давайте сюда не пойдем пока. И вообще нафиг не пойдем туда. О, мой мать. Какого среда? Что, твою мать? Че это было? Кто это было? А ты кто такой? Это он мне тоже самое спросил, кстати, Горя. Я что-то не подавился. Я вижу. Божественный Бог, ты мне послал в апостол. Бог, ты мой сын. Охраняй свою жизнь, сынок. Так, ладно. Че-то как-то... Игра неплохо меня поприветствовала. Сразу, как говорится, с места в карьер. Это же пипец, по-моему. Охренеть. Это я пролетел. Метров пять, наверное. О, кто-то кишки свои растерял. И не один. Это главный вход. И это... Это, по-моему, заключенные. Здесь, короче, оба хапнули. Обе стороны. Фу. Ну и что? Давайте на этом первую серию прекратим. Сейчас же, буквально скоро, вы увидите и вторую. Так что, я думаю, сегодня серии три мы ночью посмотрим. А дальше маленько притормозим. И будем выпускать по одной, по две. Хотя посмотрим. Может, вообще, очень быстро пройдем эту игру. Потому что это реально очень затягивает. И реально очень круто. Надеюсь, вам тоже понравилось. Че-то написано. Ладно, я не буду пока вперед идти. Слишком страшно. Короче говоря, увидимся. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»